Академия Академия Я рад участвовать в этих парламентских слушаниях на тему человеческого мононсала России, стратегии образования для всех, особенно с учетом того, что, как Геннадий Андреевич, вы сказали, в создании этой стратегии принимал активное участие академик Жарис Иван Чалферов, и тем самым Российская Академия Наук участвовала и закладывала свои идеи в реализации этой программы вместе с авторами этой стратегии. На самом деле я прочитал решение, которое предполагается по итогам парламентских слушаний, и, в общем, очень многие идеи в этом решении, они согласны тем тому, что мы делаем и предлагаем в Российской Академии Наук. Ну, прежде всего, это аспекты, связанные с недофинансированным образованием, недофинансированием науки. Мы постоянно об этом говорим, постоянно говорим, что нужно увеличивать финансирование различных мероприятий. Что-то удается сделать, что-то не удается. Но тут, конечно, мы союзники. Второе, это дебюрократизация. Дебюрократизация и вообще бюрократизация образовательной сферы, так же, как и научной сферы, это действительно бич. И вот то количество документов, которые нужно готовить учителям, ну, так же, как и научным работникам, это, конечно, очень много. И такого типа документы являются явно испыточными. И они вообще направлены на то, чтобы быть удобно было управлять, а не на то, чтобы их удобно было учить. Это вот совершенно неправильный подход, что делать все так, чтобы удобно было управлять. Очень важно, и мы тоже об этом многократно говорим, прекратить вот эту политику бездумной оптимизации образовательных организаций, касательно научных организаций. Тоже, опять-таки, вот, понимаете, значит, оптимизация, она направлена на то, чтобы удобнее было управлять. А нужно, чтобы удобно было учиться в этих организациях. На самом деле, вот, я помню, что совсем недавно еще был жив Владимир Федорович Овчинников, директор второй школы, вот, знаменитый физико-математический второй школы, который я окончил, удалось с большим трудом уберечь эту школу от оптимизации, от слияния с другими школами, ну, близлежащими, что, безусловно, убило бы вот это уникальное учебное заведение. Ну, и, конечно, вот, в последнее время я должен с удовольствием отметить, что мы очень активно работаем вместе для противодействия вот этому, ну, непродуманному, с моей точки зрения, закону о поправках к закону образования в части просветительской деятельности. Эти поправки, они как раз направлены, с одной стороны, на увеличение бюрократизации, потому что, так сказать, громадное количество деятельностей, которые до этого можно было делать самостоятельно, теперь учебные заведения должны будут согласовывать с министерствами, а в министерстве нету для этого никаких, так сказать, кадров для того, чтобы квалифицированно давать заключение. И другая часть, это, ну, явно, люди путают, просвещение и пропаганда. Просвещение – это высокая деятельность, которую нужно поддерживать, а не ограничивать. Там же речь идет об ограничении просветительской деятельности. Это совершенно недопустимо. И я хотел бы напомнить, что вот в советское время на самом деле не было никаких ограничений по просвещению населения. Просвещение – это очень важно. И, так сказать, ведущие ученые, академики ходили в школы, читали лекции, никто их не думал контролировать, так сказать, содержание того, что они читают. Поэтому, вот тут, конечно, я должен сказать, что мы благодарны и поместителям фракции КПРФ в Государственной Думе. Вот, так сказать, застрельщиком здесь Олег Николаевич Смолин выступает, который действительно очень принципиально и очень правильно с нашей точки зрения ставит вопрос. И мы, безусловно, будем дальше, я имею в виду, академия наук, мы будем дальше противодействовать к принятию закона сначала в Совете Федерации, будем обращаться к президенту. Если в конечном итоге он будет все-таки подписан в том или ином виде, то будем стараться делать так, чтобы все-таки в подзаконах эти поправки были бы направлены на поддержку в посредительской деятельности, а не на ее ограничениях. Вот недавно мы тут сейчас делаем новый сайт Российской Академии Наук, и с этим небольшой опрос провели, что научное сообщество считает основной функцией Российской Академии Наук. И вот глаголы, которые часто, чаще всего использовались, так сказать, назывались в ходе этого вопроса, это просвещать, объединять, бороться. Просвещать население, просвещать наших жителей нашей страны, так сказать, сообщать им современную, объективную научную истину, объединять научное сообщество для того, чтобы как-то вместе доносить до руководства то, что нам действительно нужно. Ну и бороться за увеличение финансирования, против, так сказать, различных ограничений, которые мешают нашей работе, за то, чтобы научная деятельность и образование у нас были бы наиболее эффективны. Вот мне кажется, этот девиз просвещать, объединять, бороться, он также, значит, может быть применен к стратегии образования для всех, которую мы сегодня обсуждаем. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алексей Оливкович. Хочу поблагодарить и переднем Академии Наук. В целом у нас наша фракция в очень тесно взаимодействии с учеными и специалистами. Кстати, в свое время Коптюх, Валентин Афанасьевич, президент Тибирского отделения Академии Наук, подходил руководству партии. Он многое делал для того, чтобы разработать новую программу. И когда мы его отправляли, мы его дожарели на знаменитый форум, который освещал почти 6 дней журналистов об устойчивом развитии. Он выступил с нашей позиции, используя материалы Академии и нашей партии. И тогда активно их поддержали. Кофе Айнум, Генсек Олг, взял его в качестве главного консультанта. Сегодня, если вы порекомендуете нам в нашу научную группу своих специалистов, мы будем вам весьма благодарны. А сейчас позвольте представить слово Смолину Олегу Николаевичу, первый заместитель председателя комитета в Думе образования и науки, Олег Николаевич, сейчас изложит нашу позицию, хорошо продуманную, обстоятельную и оснащенную. Пожалуйста, Олег Николаевич. Уважаемые коллеги, уважаемый Илья Андреевич, я начну с того, что спустя 90 лет геополитическая ситуация, вам много напоминает ту, которая была на рубеже 20-30-х годов прошлого века. Или мы совершаем прорыв в будущее, или нас соблут, как тогда вы говорите. С моей точки зрения, база, на которой могли бы объединиться широкий блок левых и патриотических сил, это следующая триада. Соответственно, новая индустриализация, более справедливое распределение, в том числе через науки, и, конечно, вложение в человеческий потенциал. Почему мы говорим о новой индустриализации? Потому что, во-первых, результаты прежней во многом уничтожены, потому что новая может базироваться только на новейших технологиях. Поэтому она предполагает интеграцию образования, науки и производства. Соответственно, образование является и ключевым фактором развития человеческого потенциала страны и его превращения в человеческий капитал. Вы видите, что индекс развития человеческого потенциала предполагает индекс благосостояния, индекс образования и индекс долголетия. На все эти составляющие образование влияет решающим образом. Что касается динамики развития человеческого потенциала России, по сравнению с советским периодом, в советский период мы считаем только, как говорят, обратным счетом. Безусловно, мы входили в десятку наиболее сильных, некоторые считают, что в пятерку наиболее сильных стран по развитию человеческого потенциала. В 90-х опускались до 72-го места, а в последние годы вышли на 49-е место, но это совсем не то, что было в советский период. Поскольку нельзя объять необъятного, я остановлюсь только на некоторых вопросах, связанных со стратегией образования для всех. В частности, вопрос на что учить, чему учить, как учить, как управлять, чтобы лучше учить и воспитывать, и, наконец, кого учить. Начнем с того, где мы сейчас находимся. Мы действительно, если верить международным исследованиям, имеем одну из лучших, а по последнему исследованию даже лучшую, начальную школу. Мы первые. Но при этом мы понимаем, сравнивая себя с нашими учатами, что они, конечно, далеко впереди по части информационных технологий, но, увы, мы в их возрасте знали больше по части историй, географии родной страны, математики, и были гораздо более начитаны. Идеализировать ситуацию не будет. Что касается международных исследований, которые называются ТИМС, это 4-8 класс, мы здесь в основном в десятке. А вот что касается международных исследований, которые называются ПИЗа, это 15-летние школьники, мы в основном в четвертом десятке, соответственно, иногда попадаем в третий, иногда в пятый. Напоминаю, в советский период мы всегда входили в тройку лучших, и многие эксперты считают, что советское образование было лучше в мире без всякого основа патриотизма. Что касается наших университетов, есть разные рейтинги. По зарубежным рейтингам у нас МГУ только на рубеже первой сотни. А если взять рейтинг, в котором мы принимали участие, это рейтинг-тремиссия, то там уже наш московский университет на 21-м месте. Я бы вообще большого значения этому не передавал, не придавал, потому что всякие рейтинги сочиняются под себя. И не станет бы задачей обязательно рваться на высокие места международные рейтинги, нам гораздо важнее средний уровень высшего образования. Знаете, повторяю, каждый рейтинг формируется с учетом собственных особенностей. И я вспоминаю некую гудоедку Элочку, которая соревновалась с Нью-Йорк-дальшей Вендер-Бильгихой. И напоминаю, что здесь бюджет высшего образования России в долларах сравним с бюджетом одного только Гарвардского университета. Ситуация с общей грамотностью населения вызывает большую тревогу. Если говорить о естественно-научной грамотности, то треть населения России считает, что Солнце – это спутник Земли. Примерно столько же думают, что астрология – это наука, примерно треть населения думает, что вся радиоактивность на Земле искусственного происхождения в естественной радиоактивности нет. Хуже ситуация с историческими знаниями граждан России. У нас более 50% думают, что царя сверху большевики. Они не различают наших сторонников и противников, союзников и противников первых и вторых мировых войн, за исключением Гитлера, которых, понятно, знают все. Поэтому меня поражает, конечно, закон о так называемой просветительской деятельности, который заботится о ее ограничении, вместо того, чтобы заботиться о ее продвижении. Я позволю себе грустную жутку. Помните, 33-й год нашей эры, Иерусалим, по городу ведут молодого мужчину, обреченного на казнь. Один горожанин спрашивает другого, это кто такой? Это страшный преступник, он занимался просветительской деятельностью без ограничения властей. Вот на эту же тему написано этот печально изменительный закон, который говорит в историю, наверное, тем, что соответствует тому, как Бенкенгорф изучал Александр Кушкин издаленно 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 точно одну фразу «Души прекрасные пары». Понятно, что образование это не только обучение, но и воспитание. Уровень патриотического сознания граждан, сейчас, в общем, у нас почти пик патриотического сознания, почти пик патриотических настроений, после посоединения с Крым, но даже в такой ситуации среди молодежных 18 и 24 лет от 30 до 50% заявили, что хотели бы жить в другой стране. Коллеги, вообще, патриотизм – это естественная реакция гражданина на отношение к нему государства. Нужно больше любить своих городов. Что касается ориентации на постматериальные, или говоря по-другому, духовные ценности, то в советский период мы были среди самых лучших, настоящее время, мы отстаем от социальной государства Европы, и это неудивительно, при том, что телевидение гонит нам либо откровенному попсу, либо рассказывает, что деньги не пахнут, и кто больше всего их на грех, тот, соответственно, является наиболее ценным государством. Теперь по поводу некоторых наших конкретных предложений. Финансирование образования, на что учить? Коллеги, в 2012 году, по данным ЮНЕСКО и Мирового банка, мы занимали 98-е место в мире под долей финансирования образования от волового внутреннего продукта. В 2018 году мы заняли 120-е место по этому же показателю. Наш законопроект об образовании для всех предусматривал в течение пяти лет выйти с 3,5% примерно на 7%, не потому, что нам так хочется. Никто не провел модернизацию с меньшими затратами. Коллеги, вы будете смеяться и плакать, но если вы откроете программу Россия-2020, это официальная программа Единой России, которая нашла на выбор 2011 года, что вы там прочитаете? В 2020 году 6,5-7% на образование от волового внутреннего продукта. То есть мы добивались исполнения программы фракции Единой России, голосами фракции Единой России отклонил проект закона об образовании для всех, как и другие наши законы, проекты, как говорят без капиталей. Финансированная облова определяет статус педагогических работников и другие соответственно налоги позиции. Вот перед вами слайд, на котором сравнивается заработная плата учителей. Видите, самая высокая в Мексике, на наши деньги почти 300 76 рублей, при этом цены сопоставимы, соответственно у нас тогда было 31,5 тысяч рублей. Это и нет, что в Мексике самое лучшее образование. Это значит, что если вы опускаете зарплату учителя ниже определенного уровня, возникают кадровые кризисы. Кадровые кризисы ощутимы во всех регионах Российской Федерации, за исключением Москвы, еще нескольких с высокими бюджетами. Вот вам данный опрос общероссийского народного фронта организации неопозиционный 75 регионов из 85 указ президента от мая 2012 года до сих пор не выполнен. Более того, если несколько лет назад разница в оплате учительского труда составляла между регионами четыре с половиной раза, то теперь по данным коллеги Министерства просвещения семь раз. Но это еще не все. При этом учитель при такой зарплате бешено перегружен. Количество тех, кто работает на две ставки увеличилось до 14%. Я знаю учителей, которые ведут по 40, 50 и более часов. Я начинал как и Геннадий Андреевич как учитель, правда, вечерней школы, вел 27. Немало, потому что главное, самое трудное в работе учителя-гуманитария не дать урок, подготовиться к уроку. Нужно очень много работать над собой. Если ты ведешь 30 или более часов в постбальзаков в том возрасте, когда ты готовишься, знаете, это мы говорим, потому что в положении учителя достойно заинтересованы не только учитель, все общество. Чем лучше будет учитель в стране, тем лучше будет образование наших детей, тем больше шансов на достойное будущее. Там еще есть слайд по поводу того, сколько составляют базовые оклады учителей. Дайте от 2 тысяч рублей в некоторых регионах базовые оклады. Не буду грустным. Мы предлагаем базовые оклады, не менее, установить не менее двух размеров реальных размеров оплата труда по региону и по Российской Федерации. Средние ставки оплаты труда за 18 часов, подчеркиваю, должны быть не ниже не только средней заработной заработной платы по региону, но и средней по стране уменьшить неравенство оплаты учительского труда. Соответственно, в средних специальных учебных заведениях не менее чем в полтора раза выше средней зарплаты по региону и по стране в вводах не меньше, чем в два раза. Как видите, мы используем идею указа номер 597, хотя на самом деле, ровно это, что мы предлагали еще в законе образования 1992 года. Сверх того, мы требуем, чтобы на педагогических работников распространялись социальные гарантии, которые установлены для государственных чиновников. При всем уважении, работа педагога не менее важна, чем работа государственного чиновника, и мы требуем в полном объеме восстановить для педагогов досрочную пенсию. Не все знают, что если обычный гражданин от повышения пенсионного страдал примерно на миллион рублей, возьмите среднюю пенсию, помножьте на 12 месяцев, на 5 лет, вот столько прервно и получится, то учители, как и сельский врач, в два раза больше, потому что у них их заставили еще после выработки стажа 5 лет ждать, когда начнут выплачивать так называемую досрочную пенсию. Отдельная тема, коллеги, это, конечно, сельская школа. Мы требуем сельским педагогам вернуть все, что у них было, нетая коммунальные в полном объеме, 25% в полном объеме, не могу не сказать, что если в России за послесоветское время уничтожили почти более 20 тысяч школ, почти 30 тысяч школ, но это заметно меньше половины в селе было 48 тысяч школ встал 23 половины то есть более половины все закрыты и смотря то, что министр просвещения даже Дмитрий Ливанов, Ольга Васильева и другие не раз призывали остановить ликвидацию сельской школы. Что касается студентов, в советский период мы имели 220 бюджетных студентов на 10 тысяч населения, сейчас меньше 130, ну практически 125 бюджетных студентов. Мы требуем вернуть то, что было в советский период, более 60 процентов студентов учатся за собственные деньги, а не на бюджетные деньги. Мы точно так же требуем вернуть хотя бы тот уровень стипендий, который был в советское время, хотя конечно можно было идти далеко вперед, я напоминаю, вступить в техникуме вставалось от процентов прожитого минимума сейчас 5 процентов в вузах и ниже 80 процентов от прожитого минимума сейчас 14 процентов но это обычных вузах, а в оборонах она была очень прожитична у минимума естественно требуем чтобы добавить обеспеченных студентов стипендий была установлена на уровне ниже прожитичного минимума один из ключевых вопросов если не самый ключевой чему учить наших детей содержание образования я знаю что сейчас ведется работа следующим поколением образовательных стандартов хочу обратить внимание всех присутствующих уважаемых расстав ничего что мы сравнили учебные планы советского периода и с обмен первое чему надо учить нужно детей если мы хотим модернизации страны математики физики химии биологии все сокращены от 15 процентов до полутора раз чему нужно учить наших детей если мы хотим чтобы у нас была общегражданская российская идентичность истории литературе по русскому языку географии все сокращено от 15 процентов до полутора раз что увеличилось увеличено в значительной степени преподавание обществознания 6 класса я как доктор философских не понимаю зачем мы детей в 6 классе учим обществознания они еще там ничего про гражданское общество не понимают и больше всего иностранный язык вдвое я конечно далек от формулы что новый учебный план выдержан по формуле рад должен быть физически здоров и знафизик своего хозяина но не могу не сказать прежний учебный план был ориентирован на тех кто будет заниматься модернизацией своей страны новый учебный план ориентирован прежде всего на тех кто будет работать международных компаний или вообще уедет за рубеж я уж не говорю о том что в последнее время мы злоупотребляем компетентно подходом когда почему-то считается что дети могут много уметь ничего не зная мне это напомнило грустную историю которую слышал от академии ямбурга когда к нему пришел молодой учитель информатики со всеми современными компетенциями а тот его и спрашивает что вы думаете о чехове ответ я слышал много хорошего как говорят без комментариев культура столь же важна столь компетенции что мы предлагаем мы предлагаем вернуть требования к содержанию образования в структуру стандартов и перечень предметов в структуру стандартов и мы предлагаем от программы законе назвать и мы предлагаем соответственно в школьные стандарты какой-то базисный учебный план чтобы было понятно на уровне законодательства чему мы учим наших детей теперь что касается здоровья наших детей я абсолютно разделяю то что сказал Татьяна Владимировна по части младенческой смертности и смертности детей до 4 лет это действительно наша параллельность но что касается здоровья в школе в школе ситуация оставляет желать много лучше причем есть прямые расхождения между данными Минздрава которые когда-то нам озвучила уважаемая Вероника Игоревна Скортова и между данными Роспотребнадзора а Роспотребнадзора отделяется если по данным тогдашним данным Минздрава у нас 85% детей были практически здоровы то по данным Роспотребнадзора у нас соответственно не очень здоровых детей половина в начальной школе только 60% в старшую школу еще сложнее ситуация с психическим здоровьем наших детей по данным вице-президента Российской Академии Образования Академии Фельдштейна почти половина детей уже в дошкольной мудрости имеют пограничные проявления психических нарушений закончится добавим парочку минут добавим парочку минут уважаемые коллеги давайте тогда мы будем переходить к буквально два слова о современных технологиях большинство родителей подавляющие выступали против так называемой дистанционки то есть обучение дадут помощи дистанционных технологий они были правы потому что это вредно и для здоровья детей и для собственно их развития поэтому мы поддержали идею немедленно возвращаться к нормальным занятиям как только закончится пандемия но вместе с тем мы должны понимать что отказываясь например создания электронных университетов мы проигрываем нашим конкурентам за рубежом происходит колоссальная утечка умов вообще коллеги Владимир Путин как-то сказал кто обладает искусственным интеллектом интеллектом будет владеть миром а вот известный астрофизик Стивен Фокинг сказал бойтесь искусственного интеллекта кто из них прав из них прав Карл Маркс который сказал культура если она развивается стихийно а не направляется сознательно оставляет после себя пустыни мы не можем тормозить развитие искусственного интеллекта в том числе связанное с электронными университетами но мы должны управлять этим процессом чтобы после этого развития нас не осталось пустыней давайте переходить к предпоследнему предпоследним слайдам знаете мы недавно побывали с экспертным советом в школе в школе Герман Горев а до того в школе Павла Николаевича Грунинина так вот я могу берут раздать рисковывать недовольство что обе школы хорошие во многом школа Горев даже заимствовал от школы Грунинина знаете в чем разница в школу Грунинина берут всех кого могут взять потому что есть пределы по рецензионным нормам потому что вы поступите в школу Греф а должны сдать специальный отборочный тест б вы должны заплатить 300 тысяч рублей вступительного взноса еще по миллиону рублей понимаете разницу вот в этом разница между образованием для всех и образованием для избранных последний слайд я хочу напомнить вам известную формулу которая придет еще блаженному Августину доверяйте больше тем кто учит а не тем кто командует спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарим как всегда системно точно очень интересно и исключительно полезно проходите садитесь на место я несколько комментариев сделаю он обратил внимание на зарплату учителя вот мы давно наставили есть 7 базовых профессий от которых зависит судьба любой страны любой нации и любой семьи это зарплата и поддержка семи профессий есть талантливые рабочие крестьяне будет хлеб и будут заводы полностью есть талантливые учителя и врачи будут умные и здоровые есть грамотные ученые у вас будет большое будущее есть талантливые инженеры у вас будут обслуживать все хозяйство есть люди в погодах военные кто любит страну у вас будет полная безопасность вот мы наставим на том чтобы эти базовые профессии определяли зарплату а не механские и все остальные поэтому мы и унесли поддержку ваше предложение отцу набежал докорачиваю и попросил чтобы ее взяли в школу был первым учителем в Волковском районе окончил и у него в семье было еще 8 детей и 6 талантливых педагогов включая моего отца когда когда я вдруг увидел и мои домашние что предлагают то время и нынешние министерства что надо из 18 базовых предметов которых подошла русско-советская школа и они были признаны тем фундаментом который подготовит личность хорошего специалиста и тогда ты можешь стартовать в любом направлении в любом абсолютно быть космонавтом и учителем и врачом и инженером кем угодно но у тебя есть база откуда ты стартовал и вдруг приносят Путину предложение сделать из этих 18 4 базовых предмета физкультура ОБЖ история и язык я вынужден идти на встречу и сказать ну физкультура если готовить колонию колонию равно быть здоровой силы ОБЖ безопасной жизни ты сам подъедет должен отбиваться сумкой от насильников грабителей и мерзавцев это у нас 3 миллиона человек ходит в вагонах и из пистолета кобуры история я говорю по какой истории вот вам 50 учебников если история кредера то это порнография там нет никакой истории там нет там Салинградская битва небольшая потасовка под Москвой не ясно что было а Норловская Курская и другие не ясно кто победил там главные события были на Атлантике в Тихом океане Западной Европе и Северной Африи это не история это преступление перед нацией и нашими отцами и дедами и язык все должны знать английский язык тогда мы готовим колонию это разные вещи но после этого срочно стали пересматривать сейчас я бы хотел предоставить слово для выступления Грудинина Павла Николаевича я вас приглашаю посмотреть на нашем сайте вначале там есть фильм мы недавно провели общероссийский семинар где Грудинина Катанкова и Сумарокова выступали три крупнейшего руководителя народных предприятий ни копейки не берут у государства лучшие школы лучшие сады лучшие профориентации лучшие спортивные клубы посмотрите внимательно пожалуйста полные полные аплодисменты да зрительный народ лучше воспринимается чем звуковой поэтому пускай смотрит а я буду рассказывать директор работаю довольно долго знаете что объединяет людей в России везде две вещи это первая общая беда и второе это беда как-то Геннадий Андрей мне рассказывал почему же воздалась революция от того что просто детей не могли накормить матери петербурги и поэтому вышли на улицы а сами все остальные и в результате появилось Запустите, запустите, пускай это все идет. Ну и совпослини Ленина, который понимает, что главное это дети, решил коллектив совпоза построить образовательный процесс несколько по-другому. Прежде всего, я сказал бы, что Александр Олег Николаевич абсолютно прав, что он сказал. Что если вы хотите построить что-то хорошее, вы должны слушать не тех начальников, которые пишут какие-то санквины, снипы и еще что-то, а учителей и воспитателей. И тогда у вас получится нормальное образовательное, материальное учреждение, в котором захотят работать прежде всего те учителя, которые все это заработают. И второе, это, конечно, дети, для которых все это делается. Именно учитель является главным в вопросе проектирования организации образовательного пространства. Что мы сделали? Взяли учителей, ну сначала детские сады мы строили, а потом школу. Взяли воспитателей учителей лучших и повезли, и они нас повезли даже в Англию и Финляндию. Почему в Финляндию? Потому что там есть школа, которая в 2010 году предупреждена лучшей школой в мире по организации. Заодно, кстати, я там узнал, что никакого министерства, и министерство оно есть в Финляндии, образование, но никакого команды они на них не дают. Поэтому в Финляндии лучший образовательный процесс и успехи в образовании гораздо больше, чем у нашей страны. И это, кстати, очень важно, потому что в рекомендациях же написано про бюрократизацию. Бюрократизацию нужно убрать образование, тем более, что есть еще такое мысль. Воспитание – это что? Никого хотим воспитать? Послушных, управляемых людей или все-таки конкурентное и критическое мышление? Критическое мышление невозможно в нынешней ситуации, потому что оно прежде всего не предусматривается учителей, а потом у детей. Кстати, вот такой пример. Встаете, в каждой школе висит портрет губернатора, да? И вот сейчас пензенские дети удивительно, стоишь в телевизор смотреть, как губернатора сажают, то ли смотреть, где он там еще висит. Может, его не сняли, а может, уже надо снимать. Поэтому я считаю, что на самом деле вот эта пропаганда, в том числе политическая пропаганда, должна из школы вообще быть. У нас, кстати, когда я учился, никакого губернатора и никакого руководителя из полкома облсовета не висело нигде. Нормально учились. Значит, я вам расскажу, что несколько историй. Значит, будущий депутат областных днём, мы приехали в Китай, есть такая провинция, Нангкин. Ну и встречались с партийным руководством этого субъекта, скажем так, этой области. Первое, что они у нас попросили, это говорит, можно у вас учителей? Мы дадим тысячу долларов зарплаты, полное государственное обеспечение, обеспечим квартиры и всем остальным. Не нужны им ни политики, ни инженеры даже, не нужны учителя. Потому что учитель – это главное. А вот зарплата учителя – это очень важно. В Финляндии говорят, что 10% лучших выпускников школы, запомни, 10% лучших идут учителя. А у нас 10% худших. Почему? Потому что вы же сами создали ситуацию, где учитель… Знаете, почему учителя работают на полторы вставки? Это вот явно видно. Потому что на две есть будет некогда, а на одну – нечего. И поэтому учителя работают на полторы вставки. Но это ненормально, когда учителя работают за мизерную зарплату. И поэтому, если мы хотим, чтобы образование продвигалось, это, конечно, приводит все зарплаты учителя. Тем более, что еще давно мы говорим о том, что, слушайте, у нас единая страна. Единое образовательное пространство. Но почему учитель где-нибудь в Курской области или в Орловской получает в разы меньше, чем учитель в Москве? Но это же ненормально. Они же общие, это наши общие дети. Поэтому все финансирование образования… А, кстати, я вам напомню, что римляне говорили, что у вас три функции – учить, лечить и защищать. Так вот, учить нужно так, чтобы любой ребенок имел одинаковый доступ к образованию. А это, естественно, сказывается на учительском составе. Потому что почему лучшие учителя уезжают в Москву? Ну и Санкт-Петербург, и другие крупные города. Зарплата выше, жить легче, ну и контингент более мотивирован. Причем, я же понимаю, что мы столкнулись с нашей школой, есть профессиональные родители. Это такая интересная вещь. Они выносят мост всем, они знают все, ничего не понимают, но с инициативой сумасшедшей. Учителя надо прежде всего оградить. И от них, извините меня, управление образованием. Потому что это невозможно. Еще такое интересное наблюдение. Знаете, кто для муниципального руководителя, а он назначает в школе директора, является приоритетом? Тот, кто исполняет все его команды по поводу, извините меня, выборов. Он говорит, учитель должен, естественно, образовательный, нужно четко поставить задачу. Никаких учителей в избирательных комиссиях бы не должно. Потому что они превращаются в школе. А потом, как этот учитель на следующий день приходит и начинает о добром, вечном и великом говорить детям? Слушай, судика, когда-то это, может быть, было, я с Филиппом хорошо знакомый и очень его уважаю, когда-то, может, это было возможностью для детей, которые находятся на периферии, поступить в вузы? Ну, чем меньше бюджетных мест в вузах, тем меньше мотивов. Потому что это уже не имеет никакого смысла. А вот стрессов для родителей и учителей такое количество. Ну, давайте так как же, Финляндия и другие страны обходятся без ЕГЭ, да? Обходятся прекрасно. На самом деле, его нужно или отменить, или модернизировать, на мой взгляд. Вот вы смотрите на эти слайды и видите, что школу мы построили, всего она обошлась где-то в миллион, миллиард восемьсот, миллиард девятьсот, то есть сто тысяч на метр. Но таких школ, это нормальная обосновательность и сельская школа. Вот таких школ должны быть во всей России ровно столько, сколько школ вообще есть, потому что это новое. Но это только возможно для учителей и для детей развиваться. В этой школе вы увидели, что есть все для того, чтобы Геннадий Тадерман, мы с ним тоже обсуждали, поставил задачу трудовое воспитание. Я, к чему могу вам родиться, коллеги, потому что я сам работал учителем в родной школе, а помните, был такой УПК. Я преподал трактора и автомобили в бразилковской средней школе, в которой я раньше учился, будучи задмастерскими молодым инженером. И у меня после курсов дети выходили с правами капиталистов. Это очень важно, когда дети имеют возможность работать сами руками и в конце своего обучения могут спокойно, там, восьбить или еще что-то, как это говорит. Вот в нашей школе целый этаж отдан именно под это образование. Помимо этого, мы сейчас на слайдах увидим еще, а можно дать что-то провернуть, только без звука. В нашей школе рядом мы создали такие образовательные пространства, которые позволяют выяснить, откуда у коров молоко, и кто такой вообще зоотеты. Потому что, к сожалению, уровень образования сейчас иногда даже в сельских школах не позволяют узнать вообще, кто такой агроном. У нас, кстати, есть такая интересность, но будет интересно. Московские школы, они, конечно, смотрят телевизор, о котором мы говорим, приезжают и говорят, а что у нас корова не сиреевая? Они, оказывается, думают, что Милки Уэль это как раз так, корова, которая дает... То есть, они думают, что корова сиреевая. Нам, что себе убеждать, что корова черно-пёстрая, и вот они у нас такие. Мы часто говорим о том, что единое государство должно дать единые возможности. Я абсолютно убежден, что рассматривать образовательный процесс нужно в таком ракурсе детский сад, школа и вуз. А потом уже они должны быть нормальными специалистами, которые нужны государству или бизнесменам. Если говорить о высшей школе, то могу сказать, что те люди, которые приходят в аграрных вузах, кто-то тут выступал с замминистром СССР, их нужно с самого начала переучить. Но это не вина этих детей, это прежде всего беда. Потому что, например, когда я у всех этих аграрных вузов, которые собрались в ТСХ, в Урикторах спросил, а у вас есть робот, который доит коров в качестве учебного пособия? Ни одна рука не поднялась. То есть, уровень обеспечения, материальная база учебных заведений должна быть наглой, там на две головы выше, чем новейшие разработки. А у нас, к сожалению, научить ребенка, ну там, студента, новейшие технологии можно только либо в очень хорошем передовом хозяйстве, либо, к сожалению, вывести его за границу. Мы так и делаем. Берем молодых экрономов, молодых зоотехников и отправляем куда-нибудь в Германию, в Голландию. Там они уже смотрят, как работает новейшая система, а приезжают уже готовые специалисты. Но это ненормально, потому что вообще проблема России это отсталые технологии. А нам нужно срочно, как говорил Геннадий Андреевич, сделать прорыв. Прорыв заключается в одном. Прежде всего, а я совершенно согласен с рекомендациями, это совершенно другое финансирование образовательных учреждений, это совершенно другая зарплата учителей, это совершенно другие подходы, кстати, к питанию, министр образования, то есть министр здравоохранения и замминистра должен знать, что вот эта система контрактных закупок, где главный является минимум цены, приводит к тому, что покупает самое некачественное. И как можно образование, то есть, просить у детей, учителей, чтобы было нормальное здоровье, если вы питаетесь в черный чин. Мы когда-то в советское время со своей фермы поставляли парное молоко в школу. Попробуйте сейчас это сделать. Или, например, лучшее там мясо или овощи. Сейчас это невозможно. Законы вроде как все приняты как будто хорошие, а на самом деле издевательство какое-то получается. И поэтому свежие яблоки привезти в школу ты можешь только в виде, скажем так, благотворительности, а на самом деле нужно сделать так, чтобы все, что произведено в России самое качественное попадало именно в школу. А самое качественное и самое лучшее это не самое дешевое. Вы должны это понимать. Поэтому я думаю, что много статистики мне больше верится в статистику, которую Олег Николаевич сказал. Но я думаю, что наша задача обеспечить будущее России. Будущее России здоровые, умные, красивые дети. Если вы хотите их увидеть, приезжайте в Санкт-Петербург, а мы покажем. Там все действительно у нас. Спасибо. Все, кто участвует в слушаниях, хочу еще привлечь к следующей миссии. У нас, помните, в 98-м подобном ДФО, когда же финансы обвалились, ситуация привлела просто угрожающий короткий. Тогда удалось вернуть здесь доме примирякового Мастукова, Гераченко пришел банкиром, баррель нефти стоил тогда до конца года 12-14 долларов, сейчас по 60-й более. Золотая валютка резерва у нас была меньше 8-ми миллиардов долларов, сейчас по 600. Вот. Зарплату нечем было и в Сибири платить в сентябре месяц. Тогда оттащили от края пропусти за счет качества новой программы, которую мы принимали. Ну а тогда приняли закон о народных предприятиях. Вот Павел Николаевич у хозяйства это продукт того закона, когда мы поддержали коллективные и народные предприятия, как те, где соединяется талантливое предпринимательство вместе с современными технологиями и уникальной заботой о гражданах, о детях, о стариках, о женщинах и всем. Таких предприятий образовалось почти 200 дней. Что бы вы думали, вот олигархия, которая сегодня пьет соки из страны, ей это жутко не понравилось. И не понравилось, что там люди трудятся, там получают большую зарплату, там строятся школы и сады, там невозможно просто так отнять и перегнать деньги куда угодно. Там коллектив дружно принимает решения. У нас в Ленинском районе Московской области было 15 крупных предприятий. уцелело одно. Остальные поделили на бои, продали и сейчас эти железобетонные бараки строят высокие или заросло бурьяном локуха. Так вот, третий год подряд отбиваемый от очередных рейдеров это предприятие. Предприятие совхоз Ленина обрастовое, лучшее, уникальное. Туда привезли всех гурналистов с учебы следа. Сказали посмотрите. Там сняли великолепный фильм «Прошу российской телевидении показать», так и «Лайф» показали. Мы его показали везде, и в Китае, и на Куме, и в Белоруссии, везде. Не хотят показывать этот уникальный обзор. И продолжается. Наняли тех, кто в погонах, всяких сыщиков, пятых и очередных рейдеров бандитов. 700 с лишним судов и не можем отбить. Я обращаюсь ко всем гражданам страны. Недавно я проводил Совет Катриотических Сил. Мы не можем отдать на растерзание этой хищной, жадной, умерзительной лекарки такого рода уникальный опыт, без которого страна не выйдет из этого кризиса. У государства ни копейки не построены за счет коллектива. Средняя зарплата 100 тысяч рублей, о чем мечтает любой человек. Казанкову предприятию Мариал бандиты окружили, мы с Харитоновым ездили отсюда, 2000 человек собирали молодежи по полке, отбили от этих бандитов. Маркелов, который возглавлял эту шайку, местный главарь республики Сирид, сейчас в дерьме, жулик, пробу стали делать, но еле отбили его. Признаюсь, просто отбивали, как это в физическом плане, отбивали предприятие от наезда. Причем посылают всех, полицию, милицию, кого угодно. Сейчас судят за то, что 20 с лишним лет один из Сараев залез на другие угодные и раскопали небольшой карьер, чтобы там добывать песок и улучшать плодородие почвы. В этом хозяйстве сегодня 200 с лишним тысяч голов свиней, 21 тысяча крупного рогатого скота, построили три крупные фабрики и мясокомбинат, мясокомбинат, молочный завод и всю переработку. Своих 780 магазинов от Волки до Сталинграда от Ижевска обслуживаем, продаем по лучшим стандартам советским продукциям суперкайф. Недавно на выставке, которую проводят ярмарки во Франклурсе со всего мира, предприятия свозят куда? В свою продукцию. Завоевали 25 золотых капиталей главный кубок. И тем не менее, продолжают приспед. Поэтому я считаю, эти слушания еще должны быть уроком для сплочения всех наших сил. Сейчас, видя, что происходит в стране, видя, как наезжают, тем не менее, те, кто душил страну в 90-е, они сидят вокруг. И в эфирах, и в Кремле, и сидят везде. Финансо-экономический блок как был, такой так и остался. Они просто шалели для того, что пытаются вернуть на стол регистральной страны. Для всех нас это крах. Это крах, это не допустить. Поэтому я всех официально вас призываю активно бороться и защищать все коллективы, особенно народные, трудовые, производственные. Без них мы ничего не делаем. И там можно создавать соответствующие социальные банки. Приглашаю вас посетить это организуем просмотр его. Вы просто увидите, что рядом с Москвой можно создать то, что называется зоной социальной оптимизации. Мы продолжаем эту линию в крупнейшем муниципалитете Новосибирске. Миллион шестьсот тысяч третий город Москвы, Ленинград и Питера. Там наш мэр за эти годы 50 лишних объектов социальной программы построил. Это кто просил выступить в стату Артем Вениаминовича заместителем мэра города Новосибирске. Пожалуйста. Спасибо большое, Геннадий Андреевич, добрый день у вас взаимного участника и слушания. Прежде всего, конечно, я хотел бы предать пример от Другинича Локти, от мэра города Новосибирска, который буквально недавно вступал здесь и сегодня по его поручению представляет крупнейшем муниципалитете страны город Новосибирске. Пусть того, презентация. Итак, тема, которую мы обращаемся сегодня во многом центральная и она затрагивает интересы миллионов жителей страны и государства и может быть сегодня без высокого уровня развития производства, которое становится все более наутоем и технологичнее. Без науки собственных технологий их обеспечивает более всего качественное образование и повсеместная культура образованности. Я напомню и сегодня этот пример уже вспоминаю, что когда 60 лет назад человек покорил космос предет США, Джон Кенди сказал, что СССР выиграл космическую гонку за школьную парт. Итак, следующий слайд. Спасибо. Доступное, качественное, разностороннее образование это шанс это шанс для каждого ребенка раскрыть и развить свой потенциал. И все мы знаем бразильский футбол, который стал мировым брендом и в этой стране футбол берут всех. Не выучат играть детей самых нищих семей из этой огромной армии мальчишек вырастают настоящие бриллианты спорта. Если занятия в футболе в Бразилии были бы привилеги элит, то у мира не узнал бы многих звезд мирового футбола вышедших из струщок. Та же аналогия я бы довел к отношению и образования. Литарность качественного образования будет к тому, что очень скоро страна будет лишена многих талантливых хирургов, инженеров, конструкторов, физиков, иологов. Я представляю здесь Новосибирск в 1912 году наш город стал первой стране, где было проведено всеобщее начальное образование. Сегодня система дошкольного образования и среднего образования в Новосибирске это более 500 учреждений, это 287 тысяч обучающихся. Спасибо. Новосибирск город высокого научного интеллектуального потенциала. Знаменитый в своем академгородок. У нас сконцентрированы научные институты и кадры это одни из лучших университетов и школ страны. Как вы знаете в Новосибирске полным ходом идет реализация масштабной программы академгородок ВАР. Ее ядро это несколько десятков инновационных и внедренческих проектов. Центральная роль в них отводится людям высокого интеллекта работающим над сложнейшими задачами современности. И поддержать такой запрос мы можем готовить такие кадры еще в полах. У новосибирских образовательных учреждений тесная связь с научно-институтами города и со своей стороны мы всячески поддержим и культивируем интерес школьников к исследовательской изобретательской деятельности. Запрос многих школьников и родителей это более глубокое изучение предметов нежели предусмотрена школьная программа. Поэтому сегодня в новосибирских школах действует почти 200 специализированных и более 500 профильных классов и более 1000 классов с углубленных изучением отдельных предметов. Открыт первый центр политехнологического обучения оснащенный высокотехнологичным оборудованием со стандартными программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих. На базе ряда лицеев гимназий внедрена целая модель освоения предметной области технологии. В топ-100 лучших школ России по конкретной способности выпускников вошли три образовательных учреждения Новосибирска, восемь входят в топ-300 лучших школ страны по количеству выпускников вступивших в ведущие вузы в России. однако как и наверное любой город страны мы имеем и свои трудности и стремимся с ними справляться. Следующий слайд, пожалуйста. Мы ставим высокую планку строительства образовательных учреждений. Таких в прошлом году и несмотря на такой волнован уникальный для городов миллионников проблема очереди на местах детских садах пока еще не решена в том году. За тот же отрезок времени в городе построено 16 школ. В прошлом году три сейчас идет строительство еще трех учреждений но к сожалению и этого недостаточно. Идет постоянный привод школьников на 7-9 тысяч ежегодно и вопрос ввода новых все еще остро строит. Это порядка 40% школьников. Новосибирска сегодня обучается еще во вторую смену. И поэтому для нас крайне важно чтобы на государственном уровне сохранились действующие программы по строительству школ и детских садов. И объем финансирования как минимум не снижался. Следующий слайд. Важным и сложным остается вопрос педагогических кадров. В новосибирских учреждениях образования работают более 19 тысяч педагогов. Сегодня в Новосибирске заработная плата педагога соответствует значениями, заложенными в указах президента. 32 тысячи рублей, но вряд ли можно назвать ее конкурентоспособной на рынке трудоносцев. Из-за того, в том числе, что ребенок сложнее привлекать молодых педагогов ежегодно в наши школы приходят всего порядка 300. На местном уровне есть формы поддержки и стимулирования молодых учителей, но нужно признать, что молодежь не видит для себя перспективы достойного заводка государственных и муниципальных учреждениях образования. А объемы ответственности не сопоставили. Но это не единственная проблема. по опросам получи учителя ставуются на возрастающие нагрузки, на обилие бумажной работы, которая отнимает в первом времени, отбивает желание посвящать себя профессии. И это общероссийская тенденция. Если эту ситуацию не изменить, мы постоянно будем испытывать дефицит педагогов, а в итоге пострадает качество образования. Следующий слайд, пожалуйста. В 2020 году сферу образования отменовали два радикальных нововведения. Первое это дефицитационное обучение. Это вынужденное обстоятельство испытанием для отрасли самообразования для родителей прежде всего и учителя перестраивали свои программы, внедляли цифровые технологии, искали новые формы подачи материалов. Представление о массовом дефицитационном обучении, к которому мы считали себя подготовленностью в реальности оказались иными. Потребовали снова решения, обновления технического оборудования рядов школ и вообще подходов. То, что, наверное, мы исправились, подтвердили итоги выпускных экзаменов. Они значительно произошли результаты 2019 года. Новосибирские выпускники получили по ЕГЭ 133 100-балль концерты. Один из школьников сдал три предмета на высший балл. Слово в истории Новосибирска это уже не первый случай. Следующий слайд. Второе нововведение горячее питание для всей начальной школы с 1 сентября 2020 года. Выполнит эту задачу качественный срок, во многом помогла предшествующая работа. И дети проводят в школе много времени. И на состояние их здоровья во многом влияет питание. Из года в год вы работали над повышением качества школьного питания и поэтапном обновляли пищеблогий школу. На протяжении трех лет выделяли средства на лабораторные исследования сырья, которые поставляются в учреждения образования. И за последние годы удалось покраничить деятельность около 21 недобросовестных компаний, которые поставляли качественные продукты. Уважаемые коллеги, наши стратегические цели в отношении качественного всеобщего образования не изменились. Мы нацелены на то, чтобы сохранить и приобретать новый опыт, искать и находить решения основных задач. Мы также готовы делиться опытом новосибирской и участвовать в выработке решений на государственном уровне. Спасибо большое.